так здравствуйте дорогие мои друзья ну что ж сегодня ответы на стрим который у нас назывался духовные учителя а посвящение традиции духовные учителя и так у нас вот 355 комментариев и пройдемся быстренько попробуем ответить на все эти вопросы так татьяна балдин одинаковых художников не бывает не надо чтобы тебя кто-то правил ты один единственный неповторимый но друзья мои я согласен действительно каждый из нас ну индивидуальность как знаете отпечатки пальцев так и наша душа имеет свои особенности и этим надо гордиться и для этого и на боги создали и вот для этого все наши и мучения и счастье в этом мире потому что все разное все вот каждый листочек он чем-то похож а в чем-то разный и смысл не в стандартизации а в развитии потому что когда вы ну как бы посмотрите на природу на горы на море на пустыню даже вот посозерцать и вот эти вещи облака они все время разные они все время текут они все время перемещаются вот это энергия а человеческие конструкции даже самые красивые даже вот какие-то прекрасные вещи они они вот присмотритесь они несовершенны они в чем-то уродливые природа создает вот в этом многообразии красоту человек пытается эту красоту в чем-то спародировать но не всегда это получается и поэтому вот это вот попытка дотянуться до до уровня творца до уровня создателя вот это важный фактор и все это искусство наука и все эти духовные практики это попытка сца самим становиться творцами в этом смысл поэтому стандартизировать даже вот а тем более в духовных практиках это должно быть безграничное творчество и свобода так что так мистик не убирайте свои практики одну друзья мои не буду будут добавлять различные практики поэтому не волнуйтесь ну если как говорится youtube не удалит и не хлопнет все все это наше хозяйство но это тогда тоже божий промысел поэтому тоже и этому не будем удивляться и так так клевер говорит мне нравится слушать гончара весело боевой такой я бы посмотрела как оно все рушится ну друзья мои да действительно с одной стороны страшно с другой стороны в некоторых из нас живет такое ощущение чтобы посмотреть на эту великолепную картину как создатель даже стирает промывает вот это вот пространство и ну как бы видит видеть являться свидетелем этого даже если как говорится вы тоже будете стерты из этого пространства это тоже ну тоже великолепное зрелища то есть не надо бояться даже страхов надо вот в самые ужасные моменты в чем-то понимать что вы являетесь зрителем вот этого спектакля и даже в чем-то участником что же даже в сложные моменты наслаждайтесь и наслаждайтесь и красотой наслаждайтесь и ужасом все все должно быть лучше конечно красотой друзья мои ужасов нам хватает так анна вот тут вопросы дорогой друг зачем нам этот святослав на вашем канале кто хочет пусть его отдельно слушает у вас своя подача давайте практики действенные насчет учителей абсолютно правы а но это вопрос что зачем нас святослав ну не надо делать такие выводы это святослав человек глубокий он всю жизнь занимается практиками он и художник и писатель я тут посмотрел и действительно у него и картины и книги и он всю жизнь он знал из и знает многих духовных учителей он учился у многих и и не надо вот сразу огульно там найти говорить что нет он мастер крия йоги носитель традиций которая идет от йоги рамаяха поэтому в чем-то конечно я не согласен жесткостью каких-то вот справил но вы понимаете что вот в этом многообразие не то что мы говорим вот только так и все то есть человек и и я думаю не знаю получится ли он он сейчас находится в неких джунглях ну видимо в индии где плохой интернет и вернется он мы с ним договорились сделать там одну либо серию нет неких передач бесед потому что он тоже встречается он повидал много интеллектных людей и у него на канале есть вот эти вот встречи с различными людьми и самое главное что он уважает мнение он понимает что мир многообразен и вот даже божественная воля она самая разнообразная даже если вы не понимаете что-то думаете да ну мне это невозможно то это означает что вы как бы тоже создаете жесткую конструкцию я хочу узнать только свое а чужое меня значит абсолютно не интересует это значит то есть не не он так сказать костный такой человек а а вы в чем-то поэтому надо из и в себе отслеживать вот эти вещи и как бы смотреть что ну поэтому я думаю получится вот передачи с ним замечательно но посмотрим значит на всю воля богов как это выйдет у нас я думаю сотрудничество мне будет интересно поговорить с этим человеком без сомнения я могу многому у него научиться не знаю как он у меня но я я предпочитаю учиться у всех людей я вот учусь многому и у вас между прочим считаю себя то есть вас считаю своими учителями поэтому посмотрим друзья мои посмотрим это интересно вот и то что такое происходит мне интересно во что это выльется может быть это будет что-то замечательное красивое может быть получится что-то не очень красивы и тут нельзя надо смотреть на все и учиться действительно так ну тут всякие благодарности так гармонии уважаю ваш юмор мистик он обезоруживает всякие угрозы ну да друзья мои в том числе надо уметь смеяться над собой понимаете над собой когда вы слишком серьезно и когда вы да я там прошел с такой путь у меня и я великий вот когда вы так говорите можно так сказать можно 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 иногда поиграть на эти контролируемая глупость поиграть вот в такую серьезность но потом а внутри себя смеяться думать на дурак ты дураком чего-то лепишь даже себе там можно мысленно хотя бы дать подзатыльник сказать да чё ты чего ты паришь тут игра большая игра друзья мои так так не знала что будет стрим ну что же делать я не предупреждаю друзья мои знаете вот вот в чем-то иногда бывает предупреждаешь и все обстоятельства в жизни начинают складываться что что не получается вот вот все все время поэтому я и стараюсь знаете работать стихийно вот примерно намечаю что может быть будет стрим если говоришь жестко будет стрим и намечаешь столько препятствий уже и силы сири силы теряются вдохновение теряется а когда это происходит спонтанно ну вы всегда же можете посмотреть это ну не в прямом эфире а записи поэтому страшного в этом ничего нету так василий теркин да традиции традициями энергия стихи первично согласен энергия первично да друзья мои ну вот видите в основном пожелания вопросов то нету вот не на касса кассу косюненко я был умным хотел изменить мир мир а теперь я стал мудрым и хочу изменить себя это слова далай ламы значит ну видите в принципе да знаете изменить надо вот работать с собой от собой со своим отношением к миру и часто вы действительно удивитесь что мир будет меняться то есть вот если вам кажется какие вокруг странные люди что-то они все время хотят это какие-то мерзавцы корыстные такие злые я такой хороший вы думаете за что же мне это и даже вы от каких-то людей уходите появляются еще хуже там не вокруг некоторых какие-то колдуны там круги водят и они думают да что ж такое люди живут нормально а меня все время накрывает какую-то дрянью а когда вы начинаете работать с энергии вы понимаете мы вы меняете что-то в себе очищаете себя делаете себя сильнее и крепче чувствуете мир и появляются другие люди и обстоятельства то есть вы меняете этот мир своими намерениями своей энергии но для этого надо каждый раз вносить частичку осознанности понимать что это такая большая чудесная игра в которой вы участвуете на которую вы так сказать купили билет а теперь вы еще не довольны потому что вы ленитесь у вас слабости вы думаете мне это не нравится мне хотелось бы другое сделайте другое сделать и хотя бы в своих намерениях скажите я хочу я намереваю чтобы чтобы появились другие люди в моей жизни чтобы появились может быть большие средства большие ресурсы но не просто так чтобы их нахапать а чтобы из них сделать что-то хорошее понимаете ресурсы даже финансовые даются не просто чтобы вы наслаждались а чтобы вы умели пользоваться не копили их направляли на развитие на красоту там пусть это будет в вашем мире в мире вашей семьи но все равно в малом потом в большом все это действительно так и на мистик добрый вечер в украине массово активизировались живодеры док-хантеры которые жестоко убивают животных бездомных в открытую пропагандируют но ужасно суды за взятки отпразднуют этого не празднуют жесточайшим и массовым убийством и животных сам живодер адвокат но бывший боксер мэр киева близкий друг этого док-хантера всячески ему помогает защищает что это происходит от масштаба всего страшно и больно видите в киеве значит происходят такие ужасные вещи ну честно говоря вы вот видите это вы энергетически гасите их вот честно поставьте вот свою печать от души перекройте им небо перекройте им землю то есть магически вот вы чувствуете несправедливость почему боги не могут нанести удар вашими руками понимаете видите юридически не справляйтесь а вот этот же боксер то вы перекройте ему землю закройте ему примеру чакру здоровья замотайте и и я не знаю там за затумать его тремя туманами белым чтобы любое любая мысль о насилии вызывала у него такой бессилие апатию чтобы он с кровати не мог стать серым чтобы депрессия накрывала об одной мысли том о том что он собирается что-то сделать кому-то боль причинить чтобы не радость а боль была в нем черным туманом черной мглой закройте его залейте прямо его образ и намерение вложите чтобы жуткий страх охватывал его когда он видит и чувствует и вот пытается что-то сделать то есть работаете магии что же делать есть такие мерзавцы вот возможно видите вас это возмущает это вызов вызов вот именно который вы должны сделать вас это возмущает действуйте как угодно юридически пишите там если можете энергии магически кройте каждого из этих негодяев чувствуете вот тогда через вас пойдет энергии вы думаете да я ничего не могу я слабый а вот то есть вы берете на себя вот это пусть даже вот так намерением своим и боги дают вам эту энергию вы становитесь глазами вот вы сейчас пока глаза бога он смотрит вашими глазами на это и ужасается думает какие же кто же это такие понимаете а будьте теперь руками этого бога пусть как бы это глобально не звучало да что почему я не способен да вы возмущены через вас этот сигнал идет туда и они думают как почему эти мерзавцы еще живы почему они не страдают почему у них это я не знаю там кровь изо всех мест не льется почему пища переваривается их почему они радуются пусть они страдают почему не почему не так скажите кармически жестоко ваша воля вас это возмущает работайте мария мистику уважают за то что уровень мастерства 99 уровень гордыни 0 1 ну дорогая мария конечно это большое преувеличение и не настолько уж меня уважают знаете много много таких и проклятий и всяких там пожеланий и там да и ты такой и ты сякой и пятое десятое то есть на самом деле множество и поношений поэтому может быть это и тоже позволяет мне как бы не не возгордиться естественно гордыни то у меня тоже много на самом деле да я каждый человек который живет естественно уровень есть и надо просто отслеживать это понимать не то что ужасаться лицу да есть горды но есть но есть у вас есть у меня есть может быть у вас даже меньше чем у меня а я там думаю про себя думаю ну я-то молодец вот такой вот я прямо ах огурчик но всегда когда ловишь себя на этом и смеешься до молодец-то молодец столько еще всего надо сделать и поэтому хорош тебя себя тут хода хваливать давайте так хорошо стандарты да тут все это но увидите вопросов мало так василиса волк мистик практике ждем продублирую их на запасной канал ну есть у меня и кри йога на запасном канале и медитации по-моему я там плейлисты перенес поэтому как все все есть друзья мои практике они вон в пространстве работайте не думайте что что-то такое так татьяна в ведах есть замечательные слова ученик цепляется за гуру чтобы самому потом стать гуру гуру переводится как тяжелый много знаний учителя истинный гуру помогает ученику где надо ответить на вопросы где нужно подскажет он как маяк который светит в мире невежества и в гуру ни в коем разе не требует поклонения ведь это сама вселенная ученик сам испарта испытывает состояние уважение преданности ну согласен друзья мои в идеале но мир не идеален и поэтому не надо обвинять учителей на эти вот вы учили же много на самом деле детском саду у вас была воспитательница в школе были разные учителя в начальных классах они были не идеальны явно кто-то был и гневался кто-то плохо учил кто-то хорошо учил кого-то мы с теплом вспоминаете кого-то с ужасом на самом деле это так но надо быть благодарным всем этим людям и всем тем людям которые вас окружают даже если это мерзавцы не то что вы должны ручки поднять и сказать делайте со мной что нет вы должны сопротивляться вы должны бороться отстаивать свои позиции но вся вселенная ваш учитель если на духовном пути вам попадается кто-то ну вы научитесь чему-то чувствуете что все чувствуете да есть изъяна в этом учителе и тоже понимаете а в вас то тоже они есть то есть если вам попался этот учитель то но это тоже божье божье такое изъявление что вы несовершенный учитель несовершенны и не надо обвинять его но надо понимать что в какой-то момент вы должны спокойно уйти с благодарностью сказать все я получил я благодарен не надо смеяться к примеру над учительницей начальных классов сказать о ха 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 я научился там писать а теперь кто это такая ходит какая-то женщина уже там в возрасте и она и то у нее не так и это не так да но она вас научила пусть как могла то есть вот это момент что вы не приклинаете того даже если на вам нанесли какие-то какой-то ущерб это тоже ваш опыт опыт если вы все будете встречать благоприятно знаете как будда который ну пока не стал буддой жил во дворце и видел только красивое и когда только он увидел ну так сказать человека старого он ужаснулся и понял что мир не такой и он ушел в этот мир чтобы познать горе познал аскезы и тогда он только просветлился живя что все время хорошо невозможно понять нужно понять и плохое хорошее и своей душой выбрать что вы хотите и понять что вы можете влиять на пространство так алексей мистик расскажи какой те банкобесы также бесплатно костюм утилизировать не дают про детал вообще молчу ранее доверие нету где традиции было и или как слоны типа имеется ввиду уйти куда-то в чащу и там там как говорится но надо думать о жизни они об уходе на самом деле вот этот момент надо для себя определить что вы хотите ну вот то есть надо ну своим своей родне сказать чего я хочу ну вот когда в когда придет срок уходить если у вас понятное дело не получится уйти в радужном теле еще что-то такое но в свою волю который в принципе должны должны выполнить там кремировать вас либо похоронить землю нужно ли вам кладбище или вот то вас кремировали этот прах там к примеру ну развеять где-то в тех местах где вы там жили либо над речкой над в горах ну где угодно то есть это ваша воля то есть я предпочитаю не оставлять следов в этих мирах пусть это до никаких могил для меня не может существовать я уважаю традиции уважаю могилы ну там родственников предков уважаю уважаю те традиции понимаю что это традиции там есть навещать говорить но я не очень их люблю для себя у меня есть другие традиции поэтому если это вас волнует ну не доверяете что думаете что они сделают все не так но это будет их карма не волнуйтесь вы изъявили свое намерение работайте намерением что я хочу уйти таким образом но чем вы осознаннее сейчас вот есть у вас время какой год месяц там 10 лет работайте работайте накапливайте эту массу потому что это не конец вы должны уйти с максимальным багажом чем осознаннее тем вокруг вас и родня будет осознан на самом деле сейчас вы не доверяете а потом знаете вы работой над собой поднимаете общий уровень так то что-то много много всяких разговоров но ведь и вопросов мало поэтому поэтому так пройдемся так давно сказок не было может быть про учителей найдется хорошая сказочка ну да друзья мои чё-то я все в политику в политику но эти подгружают эти наши фуксы политические все там такие события такое лепит каждый раз и поэтому я не могу чтобы не пройтись по их это по их физиономиям отвратительным немножко она действительно хорошо бы практики сказки вот на природе ну время маловато постараюсь вот какие-то сказки может быть сегодня вам рассказать какие-то практики надо надо действительно работы много так друг мистика расскажите пожалуйста про эвакуацию ну про эвакуацию я честно говоря в эту тему не вдавался понимаю что какой-то закон который всех пугает что нас всех там где-то будут сгонять куда-то везти колоннами как знаете сразу возникают у нас картины как знаете немецко-фашистские захватчики там ведут колонну пленных и там кто-то падает они вот там достреливают то есть у всех вот эта эвакуация вызывает ужас ну во первых причина эвакуации то есть просто так без каких-то техногенных или там эвакуировать куда-то куда эвакуировать то есть законы принимаются странные и понять что что они хотят и специально видите это нагнетается друзья мои осознанность на что-то мы можем повлиять своим вниманием но намерение чтобы эти планы не удались меньше нервозности понимаете что бы ни случилось ваша осознанность ваша сила личная сила нужно так рекомендовали недавно елена тутики рекомендовали недавно одного мастера как это в той случае ступени посвящение деньги все по списку в качестве доказательства его силы опыта дали послушать работу с бубном послушала красиво сильно но не будто стерильно без души и без огонька тут запись бубна шамана разница колоссального у нашего александра душа через бубен слышно так не доверяю чё благодарю мистику момент отчаяния из-за того что не могла найти учителя случайно нашла ваш канал ну видите да на эти мы все чувствуем энергию знаете вот как бывает дикторы по телевидению говорят гладенько гладенько речь все дикция все поставлено нету души прямо не слушается прямо раз а чуть не спать хочется даже какое-то отвращение бывает человек своими словами вот показывают бывает иногда там каких-то там старичков или еще кто-то вот своими словами вот скажет два слова там как помните вот дед там сказал да какая как говорится к черту елочка нам мы тут последнее это доедаем они тут елочку нам ставит нам эти праздницы помните этого дедушку то есть вот он это сказал с энергией от души и вся страна воспринимает то есть мы воспринимаем всегда энергию мы думаем что мы думаем нам нравятся слова бывает музыка красивой песни все гладко но души нету вот нету души а бывают корявы там с ошибками ноты путают вот почему живой звук музыканты играют они как бы дают нам свою энергию свои эмоции точно так же и артисты кто-то гладкий вообще идеально все там бровки домиком все красота но не смотрится а бывают какой-нибудь значит вот эти артисты наши с душой которые играли знаете там басов леонов простые вроде физиономии вот если мы их просто все любим а вот на улице встретить такого дядьку думаете да блин какой-то алкашнях какой-то такой толстый неказистый что-то бурчит себе на поднос вы так покоситесь а вот в нем энергии есть вот мы воспринимаем энергию поэтому всегда это ощущаете так ну тут не убирайте практики манипуляторы молодые души жестко держатся за правил древние занимаются алхимией ну в чем-то да действительно это так но тоже это дедовщина мы думаем сказать но мы-то старые души а вот этим типа молодые на самом деле это тоже момент гордыни когда вы сразу себя причислить причисляете какой-то группе но мы-то мы того они не понимают тут тоже знаете вот это тоже игра игра с гордыней по утрам стал слушать мистика это не эхо москвы мистик поднимает настроение аппетит понятно мне осталось освоить кирио-югу тогда мы могу войти генератором в энергосистему района для зачистки своего района от паразитов вот хорошее пожелание то есть не то что тут хвалебный про меня это понятно а вот бахнуть бахнуть как следует благодарю вас мистик ждем продолжение крии да друзья мои ну крии йога это настолько масштабное но название можно не называть крией то есть энергии энергопрактики они настолько масштабны и они существуют по-настоящему во многих мирах они каждые конечно везде немножко по-разному их существует огромное количество различных методик и техник так ну тут вы всякие пожелания пожелания так галина василинка по-настоящему не могу выйти из тела только мысленно все хорошо получается хотя бы так хотя бы так надо надо пробовать то есть когда вы пробуете у вас получится обязательно у кого-то раньше у кого-то позже пробуйте разные методики так дорого таро год назад дубянский снял ролик высказав отрицательное отношение к позиции нашего шамана давал заносчивые высокомерные оценки его позиции не понял почему даже набрал мешок дизлайков люди недоумевали больше ну друзья мои а вы хотите что все были идеальными то есть у него свое мнение он его высказал но каким-то образом я не смотрел этот ролик вы отрицаете то есть вы поставили дизлайк то есть он высказал свое мнение вы выскользли свое то есть стравить сразу на человека такую печать что все значит это то есть он мог поменять и свое мнение поэтому человек он который прошел огромный путь поэтому лариса присядешь на теплый камень для отдохнуть а вдруг это например мистик опасно ну да то есть вы можете понимать не то что это мистика то что в нашем мире тоже много такого чему мы относимся как бы свысока знаете что такое какой-то камень у дороги что такое какое-то дерево что такое какое-то какое-то животное какой-то бездомный пес а из них на вас может смотреть и божество понимаете не то что там какой-то какой-то странный мистик действительно какие-то высокие сущности поймите это поэтому надо относиться к миру очень бережно вот это важно об этом я вам хочу сказать тогда и действительно превратиться в какую-то сказку и вам станет интересно и насыщенно жить все насытиться вы перестанете испытывать вот эту скуку и думать когда же это все все закончится так так те 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 на значит слушая слова мистика про духовных учителей у меня возникла картина бабочка попавшая в паутину пытается выбраться но чем больше бьется тем больше паутина связывает и как всегда внутреннее чувство не привязываться никакой традиции очень рада что нашел нашла канал душа отзывается и еще относительно учителей приходит мысль настоящие учителя невидимы и обучают не словами вот это верно что настоящий учитель это вселенная но общаясь с кем-то надо как бы ощущать насколько он чист насколько это зеркало отражает не человека а бесконечность вот важно не привязываться к личности а не только на человека смотреть на этот мир и смотреть везде искать вот это божественность полгода назад смотрел святослава мантра который начинается ролик проходила мимо меня когда вы ее дали сразу заполнил просто просто живу с ней ну кстати я тоже посмотрел послушал мантры в исполнении святослава ну так и глубоко красиво красиво но вы просто может быть чувствуете в моя энергия вам ближе на самом деле я все это делаю достаточно коряво знаете вот как бы слушаю думаю что это такое ну возможно вкладываю как бы можно быть больше искренности не не только этого так мария дева мистик 2 противостояние настоящую мистику пристроился в рядок козлик один ну то есть это какой-то тролль тут писал глубокомысленные такие ну как бы что не верьте этому мистику верьте как другому но он что-то такое писал я просто его заблокировал ну человек балуется чудо я злать не испытываю поэтому поэтому ничего в этом нету ну видите вот здесь в этом стриме вопросов мало тут в основном утверждение то есть вы как бы эх ирина корявая поставили с налоговой задушат налогами начали с поправки люди в ужасе казну будут за счет налогов поднимать ну друзья мои да сейчас видите все за все штрафы везде все регламентировано даже вот поехать там куда-то отдохнуть вы не сможете к речке не подъехать не подойти к примеру все везде за все какие-то штрафы все все останавливают так александр я тоже сторонник кремации но есть такая информация что до 40 дней душе это будет нежелательно что вы об этом подсказать можете в этом плане ну знаете а 40 дней что у вас где-то будут хоронить что ли так что лучше быстрей избавиться от физического тела менее травматично как говорится ну кремировать либо либо как в каких каких традициях и все и ваша душа должна не привязываться быть быть спокойным так юлия вопрос к мистику могу ошибаться но складывается впечатление что все традиции связаны с почитанием наших почивших родственников осуществляется путем посещения кладбища родительский день это очень мощная некротическая привязка живых уже почивших очень интересно ваше мнение ну друзья мои я тоже против всяких вот этих вот я понимаю что мертвая энергия родственники все понятно но я против кладбища против монументов каких-то этих я как бы считаю что все это должно быть в душе в душе то есть но это лично мое мнение поэтому я уважаю все вот эти вот и тризны и и и это это все так мистик на заставке вылит и кашпировский ну не хотел быть похожим на этого гражданина я понимаю но я понимаю что он того что он мастер в каких-то своих вещах в принципе не осуждаю его но и как бы это какого-то не испытываю не восхищение и ни в коем случае не хочется быть на кого-то похожим хочется быть вот таким как бы это какой есть может быть потертым потасканым но но индивидуальным чтобы не то что там вы похожи на того вы похожи на этого ну каждый на кого-то похож так елена вот странно конечная цель у всех учителей медитация ради медитации а смысл ну не медитация ради медитации то есть всегда есть путь вы должны кружиться на месте а идти вперед и в медитациях есть смысл вы как бы ставите под контроль энергию вы начинаете чувствовать и тонкий мир начинаете наоборот приобретать инструменты как в жизни вы какие-то навыки приобрели вы начинаете приобретать навыки работы с энергией в тонком мире в этом смысл медитации может быть они разные медитации очень много но вы работаете если вы вот это важно не просто как бы мечтать о кренделях небесных это должно улучшать качество вашей жизни продвигать вас так мне интересно про политику тоже рассказывайте не угодить всем да друзья мои я не очень понимаю некоторые там пишут не пока зачем ты показываешь там этих собак зачем ты показываешь этих животных зачем ты рассказываешь сказки зачем ты нам нужны только практики или кому-то не нужны практики а нужны там какие-то зарисовки о политике ну друзья мои никто же вас не заставляет насильно смотреть вы видите название смотрите о политике ну просто пропустите это или там поставьте дизлайк сказать нет не нравится но огромное количество различного контента и различных людей которые говорят о этих вещах и навязывать говорить ты это не говори говори вот это а а кто-то скажет говори вот это вот представляете если я буду думать да вот мне говорят о политике и не говорить но не буду значит потому что вот эти люди не хотят прекращу говорить о политике там кому-то не нравится еще что-то кто-то скажет ты там зачем ты сидишь в кепке с ними кепку я сниму кепку на следующий день напишут чё ты без кепки давай одевай кепку ты ты значит не бритый побрейся ты там еще какой-то то есть это будет понимать я начну плясать но этот танец будет очень некрасивым понимаете вот как бы я начну плясать под вашу дудку вот что это называется я начну отплясывать этого гпк но он будет неестественно это будет какой-то танец буратины я буду стараться всем угодить и в результате не угожу никому поэтому воспринимайте как есть если что-то не нравится но не нравится вот мне что-то не нравится я просто это не смотрю да ты ты это какого кто ты такой кто ты такой некий месте который нам тут вещаешь давай до свидания да вот вот простые такие слова можно сказать и не не смотреть ничего сержио посмотри мистику него про шамана не отпадает это влияние после этого желание стрима ну посмотрю посмотрю не смотрел посмотрю но я все-таки допускаю что мнение у него мнение может быть но то что этот человек глубокий и я думаю не только мне это вам будет интересно кто-то может быть осудит кто-то кто-то меня судит кто-то святослава ну понимаете вот на этом рождается энергия то есть с плюсом и минусом рождается а что плюс что минус это вы ставите эти знаки то ли вам нравится то ли не нравится так здравствуйте мистик не стоит заверять словам о том что без инициации высот в этом направлении кирею гендастич вот те на инициации это подключка энергетическая в том числе это не значит на шарахаться от инициации ни в коем случае но надо понимать что инициация это может быть подключка и часто это бывает подключка к эгрегору то есть вы берете на себя и подключаетесь но вот сумеете вы отключить это то есть надо быть гибким то есть если у вас это подключка подталкивает то есть паритетный обмен вы что-то даете вам что-то дают а если это истощает вы чувствуете что нет у вас энергии вы вы работаете так 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 традиционный мистиков единоборств ритуальные поклоны в том числе и бао тайцзи разве не принижает гордыню перед боем ну почему это к чему принижает но эта традиция и уважение уважение к противнику то есть я вам об этом говорю что надо врагов даже своих не только ну в единоборствах в основном все-таки партнеры но все равно есть противостояние надо уважать своих дорогих врагов и данным надо любить любить своих врагов вот об этом я вам говорю что это учителя и борьба это тоже такой своеобразный танец поэтому что существует традиции поклон в почему бы нет почему бы не поклониться и выразить уважение даже если вы как бы противника своего недолюбливаете это мне считают право правильно неуловимый джо про ваша меня знают во многих мирах вспомнил историю однажды брежнева уже работающего первым секретарем казахстана предложили стать кандидатом наук брежнев ответил я работал в днепропетровске работал в молдавии работаю в казахстане меня знает вся партия кто-нибудь поверит что ленька брежнев написал диссертацию дальнейшей карьере карьеры леонида леча известно ну видите да то есть несмотря на то что он видите тоже у него была какая-то гордыня он любил там медальки какие-то над этим смеялись но все-таки человек был действительно такой он прошел самых низов и до самых до самого верха и в принципе знаете вот сейчас мы понимаем что при нем как бы и страна развивалась и и люди были веселые во всяком случае не было такого может быть страха как раньше хороший человек и он свою энергию внес были ошибки добыли конечно без сомнений но то что я тут неужели я это сказал вот это меня тоже знаете вот горды и меня знают во многих вы знаете кто я такой вот видите подловили меня подловили подловили друзья мои так гадалки говорят что в ввп обучался магии очень сильный маг поэтому и шайгу рядом и тяжело на него повлиять он не может справиться с шаманом вид его силу и боится как вы думаете он космический маг благодарю но я уже говорил что не он так как он он одержим одержим сущностью сильным бесом бесом кремля поэтому и тяжело тяжело повлиять так так от вашего аврора от вашего рассуждения вспомнила роман германа гесса сит харка главный герой идя по пути духовному бросил все и стал переправщиком через леку только глаза его светились как у бога но до посвящению глаз можно определить знаете поэтому смотрите знаете вы видите вот какие-то там люди рабочие к что-то такое делают а вы там к примеру едете на на авто и думать и ну какие-то какие-то странные наверно они не не знают ничего духовности а смотришь там взгляд то есть через год человека действительно может смотреть на вас и божество так уйти полностью инга петерсон уйти полностью из этого мира не оставляя вообще следов если можно поделись как этого достичь впрочем ерунда настоящий вопрос пока мы живы потомки как же я уберу мои следы или оставить ему мой фантом слепо копию до окончания времени опять не то как же уйти не оставляя следов но во всяком случае надо стараться то есть делать делать все хорошо но как бы не значит что надо стирать себя из пространства до останутся какие-то последствия имею ввиду бережно относиться ко всему и к своим близким и вот их природе как бы быть максимально максимальный экологичным а не делать самоцелью как бы все боюсь там наступить на песок там чтобы не оставить следа до вместе подскажем расскажите про цвета чакр я их вижу другими цветами ну это означает может быть искажение то есть давайте пройдемся по позвоночнику примеру первая чакра красное солнышко копчик четыре луча вторая чакра крестцовый отдел позвоночника оранжевое солнце 6 лучей поясничный отдел третий чакра поясничный отдел позвоночника желтое солнце 10 лучей сердечная чакра грудной отдел позвоночника между лопатками внизу зеленое солнце 12 лучей шейный отдел позвоночника голубое солнце коммуникации общения Голубое солнце 16 лучей Центр головного мозга Аджина чакра Большое темно-синее солнце Два луча Родничок Фиолетовый цветок со множеством лучей Вот эти чакры по позвоночнику, так сказать Но кроме этого существует очень много других центров в теле человека Они разных цветов Вот по этим, это в идеале У вас могут быть другие оттенки Смотрите, чувствуйте Если там, к примеру, белая, есть какая-то обесточенность Смотрите, может быть, есть подключка То есть в этом надо работать Так Вышки, как грибы Ну тут у Ольги какие-то вышки Цифровой концлагерь Ну такой мир, мир непрост Так Уважаемый мистик Если все повнимательнее смотрели видео Святолслава Вы бы поняли Что он, как его учитель Югер и Маях Являются противниками создания Игры Но традицию надо чтить Ниточка связывает с истинным знанием И сами практики надо переводовать Сначала научившись у мастеров традиции Кстати, интересно узнать От кого вы получили эти знания Вот, Иван Такой вопрос Вопрос твердый Но знаете, эти знания я получал и не только в этом мире Поэтому и в чем-то Знаете, я не буду говорить, что эти знания я получил из первоисточника То есть, от некой божественной сущности Поэтому вы сразу скажете Ну что ж это? Свистишь Свистишь Не может быть такого Поэтому я такого вам не говорю И что практики Ну, в частности, кри-йоги Они могут не называться практики кри-йоги Практики энергетические Я получал в разных мирах И в этом мире тоже у меня были различные учителя Которые, ну, как бы не это Не очень освещают свое это То, что я уважаю и йоги Рамаяха, и Святослава Да Если они противники Грегора Я тоже, тоже согласен Так Зинаида Карабас-Барабас с маской Добрячка Вот вы кого имеете в виду? Карабас-Барабас Тоже харизматичный дядька у меня на самом деле Мне он нравится И Дуримар мне нравится Вообще, такие герои классные И Тортила Вообще Да, там все хорошие Вот, все-таки писатель, знаете Вот такие характеристики Вот, действительно Вроде простые люди Как и Черепаха Какой-то дядька с бородой А, вообще Вот это вот Гениальность Так Мистик, подскажите Как посылать уважительно Ну Вежливость Без хамства Соблюдая свою грань То есть Я вам говорю Что и с бесами И с ангелами Надо как бы На расстоянии Но Соблюдая грани Грани вот этого Так Уважаемый мистик Энергию земли Вижу прозрачной белой Даже не белой, а прозрачной Почему? Ну Надо посмотреть А может быть Под вашими ногами Есть что-то Что фильтрует ее Опуститесь вниманием Вниз К центру земли И посмотрите Красная ли там энергия А потом Начинаете ее поднимать вверх И посмотрите Как Как и что Так Ну что же Мистик Как понять Что была в астральном сне Благодарю вас за все Но это осознанность То есть Если вы во сне Осознали Что вы спите Значит вы В осознанном сновидении А если просто Это яркий сон Ну тоже Так Тоже значит Что-то близкое Но все-таки Вы не дошли Чуть-чуть до этого Значит надо дальше Так Уважаемый мистик Если чакра Вместо красного Светит фиолетовым Означает Обычно Это колдовство То есть Если в нежних чакрах Такие В фиолетовом цвете Нет ничего Но это означает Колдовство То есть Накладка на вас Так Мистик Наш игре Грегор объединился С твоим Вопрос Как мы будем Существовать В мире единым Ну друзья мои Я понимаю Что все равно Неосознанно Все равно Существует Некий Игрегор мистика Существует Потому что Внимание направлено То есть На себя Я его принять не могу Существует Какой-то Игрегор И Надо уметь Просто Легко входить И легко выходить Вот о чем я вам говорю Чтобы это было Не паразитически Тогда это нормально Это мир Игрегоров Не надо От них Шарахаться Так Что делать Если в дом Приходят Мертвые И это Не мои родственники Значит У вас Может быть Портал Зеркала Проверить Экраны И Энергодыханием Чистить Это пространство То есть Это ваш дом Сказать Это мой дом И не надо Сюда ходить Потому что В живом доме Мертвая энергия Не очень хорошо Так Валентина Как вам попасть В Московскую область Ну друзья мои Как бы Я не Не веду Личный прием Я даю консультации По телефону По скайпу Там По Там По Ватсапу Ну вот Для этого Существует Там Телефон Моей помощницы Дарьи Вы Звоните И там Записываетесь На какой-то День Удобный И И работаете То есть Ну мы Мы с вами Если вам это Необходимо Друзья мои Стрим был Маленький А я уже На вопрос Вроде вопросов Нет А все Нет Так Мистик Доллары Пропадут У всех Ну друзья Мои Не знаю Знаю Ну в конце Концов Так Мистическая Дедовщина Дубянский Похож на Поддубного Нет Друзья мои Вот Не скажите Это более Глубокий Человек Если Поддубный Одержим На самом деле И в этом Опасность То есть Через него Действуют Сущности То Святослав Дубянский Ну Человек Более Глубокий Потому что Он не идеален Ну а кто Идеален Я идеален Нет Ни в коем случае Поэтому Ну не надо Ставить печати Вот Надо посмотреть Вот вы Своё мнение Создайте Посмотрите На его канале Что он говорит Как он говорит Может быть Вам это Сразу ваше мнение Не изменится Так Как не пускать страх Ну про страх Я постараюсь Сделать Сегодня Видео Отдельное Потому что Это Важно Так Уваживая мистика Оказывается Магическое влияние Как порченную красоту И быстрое увядание С целью вести мужа Как противостоять Как заблокировать Жестко По вашему мету Вызывали Отдавали Негатив Результат Небольшой Постоянно Возобновляется Ну Дорогая Марина Маргарита Надо Возвращать И блокировать Того человека Который Это делает Снимать себя Очищать То есть Если Просто эти техники Как бы Ну Видимо Вам Конечно Но Все Таки Знаете Вот Как Сказать Блокировать Смотреть Значит Не все Вы снимаете Значит Может быть Что-то Этот человек Действует Не сам Напрямую Вы вызываете Его А через Каких-то Духов Поэтому Надо Работать Работать Так Здравствуйте Вопрос Не по теме Может быть Вопрос В известной Религии Говорится Что у каждого Человека Есть личный Ангел-хранитель Так ли это Или это Аллегорический Образ Скорее всего Аллегорический Образ У некоторых Есть Больше Ангелов И А у кого-то Вообще Их нет И не надо Надеяться На ангелов А надо Надеяться На себя Что за вами Присматривают Ну бывает Присматривают Поэтому Не надо Думать Что все Жестко Кости Кем Что за Бред Я слушаю Откуда Вы знаете Что в данный Момент Вы являетесь Камнем В другом Мире Откуда Такая Информация Что вообще Где-то Есть Что-то Еще Ну Я согласен Друзья мои Это Какая-то Жизовление Поэтому Я вам Говорю Это Дозировано Что Действительно Некоторые Души Могут Существовать В различных Мирах И в различных Формах Для вас Это кажется Бредом Потому что Вы думаете Я Жесткий Я Здесь То есть Может быть Вам и не нужно Слушать эти вещи Потому что Ну Вы не верите В них Значит их Не существует Знаете Как в этой Жизни Вы не верите В электричество Значит Наверное Его нету Вы не верите В космос Значит Ему нету Вы живете Как бы Ну Наверное Муравей Живя в муравейнике Тоже Не верят Вообще В то Что существует Человек Просто Для него Это Что-то Такая Какая-то Ходит Такая Непонятная Непонятная Заслоняет Муравейник То ли есть То ли нет Поэтому Ну Хорошо Жить В неведении Знаете Чем больше Знаю Тем Чем меньше Знаю Тем Лучше сплю Так что Спите Спокойно Так Вопрос Практики Перед самопробуждением Снится Что я еду На транспорте Транспорт разный То машина То поезд Происходит Практически Всегда Перед самопробуждением Ну Это означает Что Как бы Вас Наверное Подталкивает Что Вы куда-то Должны Что-то Вы должны Делать Может быть Ваша душа Показывает Что вам Надо Ускорить Ваше Развитие Так Виктор Цыганьков Это мои мысли Мистик Что за дела Ты ворь И свет Таких не видал Ну это он Наверное шутит Говоря таким Образом Что я значит Ворую Это мысли У Виктора Цыренкова Ну понимаете Мысли бывают Они витают Вообще В пространстве Поэтому нам кажется Что Часто одна мысль Приходит разным людям В разных концах Знаете Бывают Изобретения Делаются Одновременно В разных местах И каждый Присваивает себе И не понимает Что дело-то В том Что вселенная Посылает этот сигнал А люди Как Воспринимают Как передатчики Вот это Вот так вот Ну что ж Друзья мои Видите 54 минуты Надеялся За полчаса Стреляться Не получилось Так что Друзья мои Вот ответы на вопросы Давайте Пока Счастливо